В столице Чувашии в 16-й раз прошел Чебоксарский международный кинофестиваль. На мероприятии были представлены документальные, игровые и художественные фильмы. Один из них – кинокартина «Южный Урал следовиков», созданная сотрудниками телерадиокомпании Юргу-ТВ. Фильм повествует об истории Челябинской области от каменного века до наших времен и охватывает более 20 локаций по всему Южному Уралу. Среди них – Аркаим, Таганай, Порожская гидроэлектростанция. Для меня это первый опыт в участии в кинофестивале такого уровня, первый опыт пройти по настоящей красной дорожке. В целом на фестивале было очень интересно. Каждый день мы смотрели фильмы из документальной программы, общались с экспертами федерального уровня. Например, я познакомился с Иваном Кундрявцевым, с председателем отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля. В этом году программа о фестивале состояла из лучших фильмов разных стран и культур. На форум было заявлено более 40 картин из России, Ирана, Таджикистана, Бангладеш, Сербии, Норвегии и Армении. Также мероприятие объединило известных режиссеров, композиторов и киноведов, которые подготовили лекции для участников. Цель мастер-классов – полностью погрузиться в киноискусство и перенять ценный опыт. Нас отметили на международном уровне. Это говорит, что то, что мы делаем не зря, то искусство, которое мы создаем здесь, на Южном Урале, ценят, в том числе на таком уровне. Жюри сказали очень много приятных слов, оценили нашу работу, стиль. Студенты ЮРГУ в рамках кинофорума презентовали свой фильм несколько раз. Кинокартина была высоко оценена жюри и отмечена особым призом Чувашского государственного института культуры и искусств. Команда проекта получила специальный диплом за лучший дебют. Это молодежное документальное кино. Оно пронизано невероятной любовью и гордостью к своей родине. Оно настолько стильно и вкусно сделано, что мне захотелось иметь у себя в копилке этот фильм и показывать нашим студентам. За несколько лет фестиваль посетили десятки тысяч зрителей. А участниками в разные годы становились Эльдар Рязанов, Лидия Федосеева-Шукшина, Елизавета Боярская, Ангелина Вовк и многие другие деятели кино и искусства. Субтитры создавал DimaTorzok